Всем здравствуйте! Меня зовут Галя и вы на канале Galia Snails. У меня опять завалило посылочками с сайта Алиэкспресс. Ну и хочу вместе с вами это все распаковать, посмотреть, что же мне пришло. Приятного просмотра! Ну а мы начинаем! Ого! Хорошая упаковочка, конечно. Знаете, сплюснули. Итак, это крем от Экземы и он Herbal. Но это типа на натуральной основе. Кстати, что здесь пишет? Ну пишет 20 грамм вот здесь тоже на самой упаковке. Что у него срок годности 3 года у этого крема. Ну и вот какие у него ингредиенты. Вот я вижу сразу, что ментол есть и что-то тут ацетаты. Ну, непонятно. Я в химиях не разбираюсь сильно, но что-то так... Раз говорить, что на натуральной, может и правда на натуральной основе. Это уже второй крем мой. Я, конечно же, не пользуюсь, но просто так как выиграла за цент и Алимонетки, почему бы и нет. Пусть будет, может, как-то и пригодится. Хоть надеюсь, что не пригодится. Да, но в главной говорится, что три года гарантии. А с какого времени? Может, со времени открытия именно вот этого? Ну вот, смотрите, какой он. Шикнуло уже достаточно. Тюбик пластиковый. Очень жирненький, вазелиномаслянистый и пахнет и вправду ментолом. Ну, насколько я знаю, экзема, это там кожно-заболевание и оно очень сильно сушит кожу. Ну, а так как этот крем чувствуется, что он маслянистый такой и вазелин такой вот, но впитывается, кстати. Да, впитывается хорошо. Я думала, что будет от него очень жирный след, но нет. Хорошенький крем. Вот вы уже видите, что уже даже почти не блестит. Так что, но все-таки чувствуется вот здесь вот. Оно хоть и не блестит вот этим вот таким жирным вазелинистым блеском, но вот строгою, и оно чувствуется вот есть такая, ну, накрывает именно такой вот прослойкой мягкости. Ну, девочки, смотрите, Саня, если у вас есть какие-то проблемные участки кожи, ну, не знаю. Не знаю, или можно доверять китайцам насчет этого. Ну, да ладно. Так как крем за цент, я ничего не теряла, правильно? Только али-монетки, которые сейчас очень тяжело зарабатываются. Ух ты! Чуть не разрезала пакетик. Так, что же здесь? Смотрите, бархатный пакетик. Ну, а бархатный пакетик на что приходит? Бижутерия, правильно. Ух ты! Это подсолнухи! Серьги подсолнухи! Ух ты, такие интересные! Я таких еще не видела. Смотрите, какая застежка! Смотрите, какая прелесть! В центре подсолнуха, ну, или ромашки. Оно похоже и на ромашку, и на подсолнух. Кстати, а их можно и так носить. Знаете, вот по ушку вот так вот. Да. Ой! Смотрите, с другой стороны здесь вот с обратной стороны есть даже проба 925. Ну, и здесь, кстати, да, просвечивает этот камень. Да, камень просвечивает. Вот поэтому он и так классно блестит, так как он конусный и хорошо блестит. Но милое, милое сердечко. Как вы видите, здесь европейское, под европейское золото вместе с серебром. Ну, под серебро, да? Красиво. Так, здесь чуть согнули побольше, здесь нет. Но, конечно, лучше все-таки не увлекаться, разгибать, сгибать, потому что все-таки оно... У меня были серьги, что вот тут вот отклеилось, и все, пиши, пропало. Ну, оригинальное. Сейчас покажу вот так вот. Может, так будет лучше, красивее смотреться. Вот такая прелесть. Нежнятинка. Мило. Супер. Тоже зацентик. И о лимонетке. Ну, что это оно? Ой. Не там разрезала, кажется, что пусто. Не, не пусто. Так. Ой. Чуть ли не выбросила. Казалось, что пустой пакетик. Итак, это... Это мой заказ был, а это, я так понимаю, продавец поставил в виде уже подарочка. Конечно, что тоже очень радует, потому что это наклеечки водные, ну и, как правило, это где-то на тело, да? Ну, а вот, что я заказывала. Кстати, вот так вот. Не, не так не будет видно лучше. Ну, и так хорошо видно. Вот эти вот наклеечки для ноготочков. Красивые. Ну, как делают вот для дизайна. Или в эту сторону, или в эту сторону. Но смотрится красиво. Нежные полосочки. Супер-пупер. Мне кажется, брала я по купону продавца, да. Часто выставляет купончик, так что можно поймать. Ну, не знаю, в тот момент он часто выкладал купончик. Сейчас не знаю, как с этим дело обходится, но... Классно. Причем еще и подарочек. Супер-пупер. Ну, а цены, как все, как всегда, кто меня уже часто смотрит, цены я здесь вот выставляю в куточки, чтобы вы видели, за какую цену это все покупалось. Конечно же, как правило, у меня все товары по центику. Ну, есть исключения, но исключения редкие. Так как азарт все-таки свое дело берет. Так, здесь мне пришел гель-лак. Ой, думала, уже полилась. Нет, а это просто кусочек пластика. Ну что, это гель-лак от фирмы Виллавера. Ну, насколько я правильно прочитала. Номер В-0-34. И здесь уже на бутыльке видно, что это должен быть синий цвет. Кстати, да, 7 мл бутылек и бутылек пластик. Маленькие, честно, похоже на эти мини-бутылочки от Винолиса. О, смотрите, какой красивый пипельно-синий цвет. Очень красиво. Уже замазала, но... Ну, должен быть вот именно пигментированный, так как видно по кисточке. Ну, надеюсь, что будет хорошей пигментации. В конце видео буду выкрашивать. Так что продолжайте смотреть, если интересно, конечно. Так, следующая посылка. Так, ну а это Beauty Tools Make Up. И смотрите, какой рулон. Вот такой, вот такие вот щипцы пластиковые. И вот эта вот помогалочка для того, чтобы вот эти вот штучки поставить правильно на ваши веки. Ну, а это рулон. Кстати, он тут... Да, его можно, знаете, вот достало. Потрясло, чтобы оно здесь не крутилось. А как его закрутить обратно? Ай, закрутить обратно не могу. Надо было еще здесь такое колечко какое-то поставить. Хотя, если бы закрутилось, было бы капец. Итак, смотрите, здесь идут вот такие вот ленты. Они идут сверху. Вот сейчас, вот честно, вот сейчас стали как-то сильно рекламировать эти штуки. Чтобы вот у кого обвисшее веко, ну и даже не сильно обвисшее, вот... Они вот просто клеят его сверху веко, сверху ресничек, не сверху ресничек, а вот реснички тут идут веко. И вот именно почти на сгибе его приклеивают. И оно становится почти прозрачным. Кстати, давайте я одну возьму и приклею себе на руку. Так, нам пинцетик, ход. Ну, пинцетик так себе. И видите, оно уже почти идет прозрачное, видите? И когда оно приклеивается на веко... Так, клейся. Говорят... А чего оно не клеится? Ой! Ха-ха! Столько рекламы! Так, подождите, может сюда? Так как у нас... Не-а. Не клеишься? Должно... Не с той стороны. Во, клеится. И оно типа становится прозрачным. Но я уже его залапала. Но и не сильно оно прозрачное. Короче, я его залапала. Следующее. Куда? Где меньше волос? Так как у нас на веке нет волос. А оно что-то не клеится. А-а. Нехорошее. Я-то думала, что я, может, знаете... Зацепила вот с кремом, руку трогала. Но, как вы видите, я все брала пинцетиком. Что-то не очень оно мне понравилось. Какое-то оно нехорошее качество. Я расстроилась. Вот видите, здесь прям даже какие-то нити такие идут. Да, что-то оно, наверное, клей высох. Кстати, ну, может, это этот клей высох, а внутри, может, оно нормальное. Давайте еще вот это вот попробуем. Чтобы уже наверняка я уже вся в этих клеях. Потому что прям, говорят, вот чудо. Чудо происходит с вашим веком. Вы прям молодеете на глазах. Но нет. У меня чудо, как вы видите, не произошло вообще. А может, его мочить надо? Сомневаюсь. Хотя. Все, может быть. Так что, его мочить? Смотрите, я его намочила. Вот сухое, вот мокрое. Да, наверное, все-таки мочить его надо. Оно тогда становится вообще, вот смотрите, прям такое липкое, гибкое. Наверное, наверное, ха. Ну, не знаю. Надо будет еще разбираться с этими такими бьюти лайфхаками. Но, конечно, интересно, имеет место быть. Потому что, и, кстати, у продавца, это самые маленькие. У продавца есть побольше. Но, знаете, наверное, это все-таки зависит от критического положения вашего века. Да, если побольше, то там, наверное, если у вас более вишлое века, то надо потолще саму вот эту вот планшетку. Ну, не знаю. Будем пробовать. Хотя у меня, как бы, еще пока все нормально. Но, кто его знает, что будет дальше. Так что, вот такие вот бьюти лайфхаки у нас еще есть, чтобы не делать операции, да? Так. Поехали дальше. О, здесь тоже гильдарь. Мне кажется, я его выиграла за центик. Итак, это уже В022. И вот наш цвет. Должен быть телесный. Цвет, ой, а он более желтоватый. Видите, как-то чуть-чуть не сбегается с нашей картинкой. Как говорят, вот часто вот китайцы все-таки говорят, что у вас может быть вот что-то с вашим телефоном, поэтому там другой цвет. Но это и принт, и сам гейлак чуть-чуть все-таки отличается. Есть сходство, но отличие тоже есть. Тоже светленький, желтоватенький, но мне кажется, что он тоже хорошо пигментирован. Будем пробовать. Так, здесь тоже открытый. Это что? Это крем. Найл Репейр. Восстанавливающий ногтевой крем. Да. Что здесь стоит здесь? 20 грамм на самом чубике. Ну, я так понимаю, что здесь внутри в коробке ничегошеньки нет. Никаких инструкций, ничего. Здесь написано, что всего лишь 2 года. Гарантии, говорю. 2 года у него срок годности. Ну, так быстро я не прочитаю. Здесь какая-то аллергическая реакция, чтобы не было. Ну, короче, если у вас... Я так понимаю, что этот крем, он, если у вас типа грибок или что на пальчике, и вот им мазать. Что-то такое. Ну, на коробке не больше информации, чем на самом чубике. Смотрите, сами вообще все пустенько, но может на самой... У самого продавца будет больше какой-то информации. Ну, выиграла заценки я лимонетки, тоже повторяюсь. Ну, так что будем тоже пробовать. Следующая посылка. Так, а здесь у нас уже идет топ. Как раз супер. Намазали гейн-лаком и сразу топ. Еще базы не хватает. Так, топ от Arteclawo. 8 мл. Конечно же, что 7 мл, что 8 мл. Бутылек, конечно, чуть отличается. Мне кажется, брала я его по купону продавца. Хороший топ. Я его уже использовала. На своих ноготочках тоже иногда. И хорошо блестит. Такой, видите, не жидкий. Так, вам видно? Кажется, да. А то, когда смотрю на саму капельку, когда боюсь, чтобы она не капнула. Вот поэтому я не вижу, как вам в кадре. Ну, топ-топ. Отлично. Тем более, по купону продавца. Кстати, да, бутылек. Топ-пластик. Топ всегда должен быть. Его должно быть много. Хотя, могут и со мной поспорить, сказать, что топ должен быть один и хороший. Ну, может быть и так. Ну, я люблю попробовать. Тем более, если по купону, так вообще супер. Так, здесь мне пришла фольга. Кстати, такой достаточно хороший пакетик. Ух ты. Вот не помню. Ну, как всегда, если найду ссылочку, то поставлю вот здесь, за что я покупала. Ой-ой-ой, смотрите, здесь прям наборчиком два разных набора. Одна идет вот такая голография. Я так понимаю, здесь разные цвета. Боюсь, если я сейчас его раскрою, я потом его тупо не сложу. Ну, да ладно. Че уж там. Время есть, да? Давайте смотреть. О-о-о, а это суперская. Девочки, я об этом мечтала. Вот такой вот. Вот делаете маникюр. Обычным, вот даже вот этим вот светленьким гелаком, чтобы прям получилось нежненько. И вот этот вот топ, вот эту фольгу сверху. И оно все переливается. Я об этой мечтала, об этой фольге. Надеюсь, она будет переноситься отлично. Сама фольга тоненькая. Классная. Супер-супер, я не ожидала. Так, здесь идет зеленая. Здесь идет вот такая вот серо-буро-малиновая. Яркие, теплые цвета тонна. Здесь светло, мне кажется, бирюзовая, красная, золотая. Ну и вы видите, все они на один мотивчик. Именно вот такая вот голография. Кстати, ой, а что, мне повторили фольгу? Так, идет темно-синяя, смотрите, черная. Вау! Шикарная, черная. Смотрите. А, не, не повторили. Я увидела красную, и показалось, что у меня красная. Нет. Здесь тоже идет вот такая радужная. Это классный тоже цвет, шикарный. Темно-розовый или фиолетовый? Розовый и беленькая. Класс, класс, класс. Но я балдею от этой. Она на прозрачной основе, она подходит под все. Такая, знаете, прям, что не надо, наверное, вот этих всех, а только вот эту. Дай бог, чтобы оно еще только переводилось хорошо. Так, следующее. Это идет уже голография, только серебряная. Ой, приклеилась. Так, все хорошо. Отклеилась тоже много. Кстати, я что-то не посчитала, сколько там. Смотрите. Хорошо, что у меня стол черный, и будет хорошо видно. Смотрите, какая прелесть. Веточки. Не, ну шикарно. Кстати, сама, не, да, сама фольга, сама вот эта вот, лист бумаги, он, не бумаги, а лист этой фольги, он голографирует. Видите, что именно не вот эти вот бабочки, они голографируют, а сама бумага. Класс. А такое ощущение, что это просто серебряная, а бумага вот голографирует. Классно. Ух ты, какая прелесть. Смотрите, здесь шикарно. Супер-супер. Теперь я буду вот так вот ставить. Ее здесь много. Какая прелесть. Так, здесь обувы, гдейка. Класс, алфавит. Шикарно. О, наши бабочки. Незаменимые. Кутя бабочек. Так, цветочки и деревья. Ой, не видно уже. Так, надо чуть-чуть подвинуть фольгу. А то уже у меня фон черный. Уже не очень виден. Красиво. Да вы что, много-много. Ой, смотрите, какие улыбайки. Ха, смайлики. Класс. Так, треугольнички, квадратики. Шикарно. А ее тут есть и есть. Ух ты, еще бабочки. Смотрите, эта бабочка прям на весь ноготок. Красиво. Ух ты. Ну, это маленькие какие-то. Хотя, ну, наполовину ноготочка сойдет, да. Или так, или вот так. Но все равно, как-то какие-то дизайны могут подойти. Супер-супер. А мне нравятся вот эти вот разводы. Не видно вам уже. Вот эти разводы шикарные. Вообще шикарная фольга. Супер-супер. Ну, а здесь опять-таки цветочки, букетики, ромашки и одуванчики. Вообще. Я вот не помню, сколько этот наборчик мне. Мне кажется, 60 центов. Да, вот знаете, под деревом вот иногда вот это вот за цент, не за цент, а за лимонетки вот со скидочкой, да. И получается там отличная цена. Так что заходите туда тоже, смотрите, бывают отличные товары. Ну, что, следующая посылка. О, а здесь как это вылезла вообще. Ну, а здесь мне пришла, что это такое, я сейчас вам покажу. Ну, кто в нейл индустрии, тот уже сразу понял. Это мне пришла пластина для стемпинга. Вот такая. Будем проверять тоже сегодня гравировочку. Снять. Мне нравится снимать вот это вот. Я люблю новые вещи. И вот снимать защитную пляночку. Аж вас дернула. Класс. А это прям на подколу похоже, нет? А? Ну, интересная какая-то такая пластина. Непонятная чуть-чуть. Хоть и цветочки какие-то, но все равно что-то чуть-чуть. Вот это я даже не поняла, что это с моей фантазией. А, это глаз, кажется. А может и не глаз. Здесь глаза, кажется, да? Глаза, брови. Ну, как-то так. Не очень понятно. Ладно. И вот эта вот посылочка. Что же мне здесь пришло? Так. Посылка в посылочке. Ну, да ладно. А, ну, а это оксиметр. Да, проверяет, сколько у вас в крови кислорода. Здесь идет инструкция по применению. Вот для пальчика, чтобы ставить пальчик внутрь. Ну, и так-то уже показатели. Какие хорошие, какие не очень. Так, в коробочке. Классная коробочка такая. Знаете, взяли с собой или в сумку положили, если вас, конечно же... А что это оно уже отритали? Кто-то уже снимал пленочку. Так, ну, такое у меня уже есть один. А-а-а, думаю, что это такое? Думаю, зарядка. Нет, а это для вот этого ремешка сюда. Потому что у продавца, кстати, у него есть не на батарейках, а на зарядке. Вот батареечки нужные, маленькие, пальчиковые, тип ААА. Ну, поставим, посмотрим. И также принесу мой еще один такой же, который я выиграла перед этим. Сейчас покажу. Так, ну что, вставила я батарейки сюда. Ну и проверим. О, батарейки у меня уже не с первой свежести. 99 на 115. Мне кажется, хорошая у меня насыщенность кислорода. Так как я не кую. Но для не курящей это нормально. Плюс, еще хочу заметить, с искусственных ноготочков не очень правильно нам дает именно, ну, приблизительно, но не слишком вот четкий, верный контакт. И вот у нас второй такой же. Кстати, он был с доставкой с Испании. И этот тоже, конечно, вот я прям с этим хожу. Вот еще, видите, здесь идет светится, проверка, проверочка. Он и этот, и этот. Мне кажется, они были в одну цену, но я имею в виду за центик, да. Но в одну цену я имею в виду, что Али монеток. Али монеток, мне кажется, на один ушел где-то 1300 Али монеток. Конечно, кажется, что все-таки центик это так себе, но попробуйте насобирать эту 1300 Али монеток. Как-то берешь и думаешь, блин, оно мне надо. Ну да ладно. Так, все. А, смотрите, еще с каждым нажатием кнопочки здесь не то, чтобы меняются показатели, а меняется, как вы хотите, вот именно формат самого показателя, самого табло меняется. Хотите так, если вам удобно. Или вот с этой стороны. Справа налево или слева направо, или сверху вниз, или сверху, или снизу вверх. Ну, вот как-то так, короче, формат меняется. Ну, не надо мне больше измерять. Если мы его оставляем, оно, наверное, само выключается. Я вот не помню, как было с предыдущим. Да, вот, видите, сам выключился и все. Вот такой вот отличный оксиметр. Еще второй. Будет на старости лет нам служить верой и правдой. Хоть к старости нам еще чуть-чуть как-то время есть. Ну, а сейчас будет у нас выкраска и выкраска гель-лаков и также тестирование вот этой вот фольги. Оставайтесь. Я надеюсь, будет интересненько. Ну что, давайте начнем сначала с этого гель-лака. Виль-Левара В022. Взяла прозрачную типсу, чтобы посмотреть пигментацию. Да, пигментация хорошая. Хоть, конечно же, с первого мазка кисточки видны проплешинки. Ну, и посмотрим, или он самовыравнивается. А для того, чтобы посмотреть, самовыравнивается ли он, оставить буквально на пару секундочек. Ну, отлично. Вот, смотрите. И замечу, сама типса прозрачная. Ну, для моего более лучшего удовлетворения, мне нравится все-таки в два слоя. Хотя и так отлично. Следующее. Пыльно-синий. Ай, куда ты падаешь? Тоже хорошо ложится. Мягко. Можно уложить, конечно же, в один слой. Вот, видите, вообще пигментация супер-супер-супер. Чуть-чуть все-таки есть, что просвечивать, но все равно. Отличненько. Мне нравится. Ну, и теперь давайте будем проверять гравировочку нашей пластины. У меня обыкновенный голографический лак. Я не знаю, первый раз буду его проверять для стемпинга. Мне он очень нравится. Это обыкновенный лак. Это ничего не для стемпинга, ничего. Также от Пик Тью. Этот уже для стемпинга. У меня вот такой вот наборчик. Тут еще много есть лаков. Они обыкновенные. Не для стемпинга. Ой. Красота, да и только. Ну, такое бывает. Они достаточно уже такие, знаете, ну, не то чтобы высохшие, но подсохшие чуть-чуть. Можно даже так сказать. И также у меня еще с давних времен есть лак от Golden Rose. Да, вот такой вот лак. Не знаю, или до сих пор он продается. Хоть написано 8 месяцев, но он у меня до сих пор есть. А он у меня уже, ого-го, сколько лет. Лет. Итак, буду использовать обыкновенный штампик. У меня вот такой вот. Видите, он уже пришел таким вот. Но на работу не влияет. Хоть уже он и матовый, но у меня есть другой. Другая силиконовая штучка. Ну, думаю, зачем, если этот еще работает. Так, будем отпечатывать. Давайте сначала Golden Rose попробуем наш знаменитый. Шкрябик, ой, потеряла. Под носом было, а я потеряла. Так, ну что? На подушечку перенесся отлично. Уберем излишки. И вот, буду отштамповывать на прозрачную основу. Ну, красиво, не? Мне уже нравится. Так, давайте следующую. Вот это голографию. Ух ты, мне уже стрёмненько чуть-чуть насчет голографии. Но мы проверим. Хоть, мне кажется, не очень сильно будет заметно. Но, мало ли, а вдруг. А, шикарно! Ой, не знаю, заметно ли вам. Так, где мне черный? А, вот черненький сейчас покажу. Подставлю, вот черный. Смотрите, голография! Ух ты! Мне кажется, на черный гелак будет супер. Классно! И это еще, замечаю вам еще раз, что это просто обыкновенный лак. Кстати, супер! Так, следующий. Идем поочередненько наши цвета. Выбираем и также выбираем каждую картинку. Так, зелененький. Взяло побольше, что-то так. Ладно. Ой! Оно сохло! Надо было побыстрее это все делать. Как вы видите, есть лаки, которые сохнут очень быстро. Ладно, давайте еще раз на нем. Уже вам показывать не буду ничем. Вот теперь смотрите, какая прелесть. Вот видите, чуть-чуть зазевались, и все, он уже не отштамповывался. Так, но так как этот с этой же оперы... Ой, давайте побыстречку. Какой? Большой или маленький? Давайте все-таки. Хотя, давайте этот большой отпечатаем, да? А потом уже для стемпинга я отпечатаю, наверное... Ну, не знаю. Потом подумаю. Пока отпечатывать этот буду, подумаю. Ой, мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало. Ай-яй-яй-яй, вы же сохнете. Так, жик. Ой, неправильно, нехорошо тут получилось. Все, до свидания. Наверное, не получится. Нет, получилось. Смотрите. Ух ты! Ну, чуть-чуть-чуть-чуть капельку вверх размазан. Это с того, что я нехорошо сняла вот здесь вот. И оно вот чуть-чуть размазалось. Но, тем не менее, уже сказать отлично. Так, и теперь наш лак для стемпинга. Ну, что мы отпечатаем? Ну, давайте вот эту вот большую. Да? Или вот эту. Или вот эту. Давайте эту. Ладно. А я что-то стала... Здесь гравировка, конечно, очень глубокая, поэтому надо побольше. А я что-то не привыкла так много этого лака ставить для стемпинга. А я даже не заметила. Ух ты! Смотрите, только сейчас, когда стала распечатывать, увидела здесь олененка. Ха! А так его незаметно, потому что и с этой стороны олененок. Да. Это реверсивный стемпинг получается. Здесь такое, здесь такое. Классно. А я даже не увидела. Супер. И да, еще, может, кому-то интересно, как я вытираю пластину. Ну, у меня просто есть ацетон опора. Это сильный ацетон, без всяких здесь добавок. Вот просто-просто ацетон. И вот беру вот обычный ватный спонжик. И вот этот ацетон достаточно сильный для того, чтобы вытереть нам пластину. Надо проходиться тщательно, чтобы именно в гравировочке ничегошеньки не оставалось. Потому что, если у нас останется какой-то кусочек еще чуть-чуть лака, то потом оно будет плохо отштамповываться. Ну, думаю, что все об этом знают. Но, тем не менее, повторить. Говорится, повторение мать учения, да? Вот, почти, почти. Только сейчас зашлифовать, и все. Ну, и это обычно тоже. Вытирается все хорошенечко этим ацетончиком. И, кстати, если у вас шкребок не очень хорошо работает, берете пилочку для ногтей и вот просто проходите. Так как он пластиковый, вот у меня случилось с этим, что он как-то, ну, нехорошо снимал сам лак. Он был какой-то корявенький. Я прошла с пилочкой легенько, и, как бы, можно сказать, я его заточила. Попробуйте, может, и вам тоже подойдет. Хоть, конечно, некоторые карточками пользуются, но мне нравится шкребочек все-таки. Ну, и давайте перейдем к еще не менее интересному. Это к нашей фольге. Ну что, вот я приготовила типсы, на которых мы будем использовать фольгу, пробовать. И также у меня есть обыкновенный клей для фольги, который сохнет на воздухе. Китайский, обыкновенный, и много очень в Китае. Только главное, чтобы его не заказывать в холодное время суток. В холодное время года. Потому что он перемерзает, и потом он плохо, ну, вообще теряет свои свойства. Ну, у меня он вот такой вот. Не знаю, правильный или нет, я им очень долго уже не пользовалась. Но есть. Следующий у меня есть от Seviland. Это тоже трансфер-гель. Но единственное, что сейчас его как-то уже не стало. Но он мне самый лучший нравится. Хорошо он работает именно с фольгой. Отлично переносится. Но есть еще какие-то очень хорошие клеи. Ну, честно говоря, я не пробовала. Но девочки говорят, что есть еще много очень хороших клеев, да. Но надо пробовать. Также у меня есть еще трансфер-гель, да, от Vennalisa. Я им очень сильно недовольна, потому что, ну, не сложилось у меня как-то. И многие тоже пишут, что он не очень хорош. Но, тем не менее, мы сегодня его тоже протестируем. Мало ли, может, на какой-то из фольги он будет работать. Ну что, давайте я наберу вот на синенький, наношу этот клей. И надо, чтобы он высох. Ждем полного высыхания. Когда он высыхает, пропадают вот эти вот все полосочки. Вот сейчас видно полосочки, да. Пропадают полосочки. И он становится уже более такой прозрачный. Но еще хочу сказать. Вот некоторые девочки, вот видите, оно полосочки и так и остается. Вот такие вот полосистые такой. Некоторые вот делают как-то его еще спонжиком, вот. Чтобы он был как бы полностью без вот этих полосочек. Такой ровненький. Но, не знаю, я не пробовала. И так, сюда, на красную подложку я наносу. Почему я выбрала синюю подложку и красную подложку? Так как я хочу именно взять синюю фольгу и красную фольгу. Поэтому я выбираю именно подложку под цвет. Мало ли, может, если что-то не перенесется хорошо, так будет меньше заметно. Наношу его обыкновенно, почти тонким слоем. Ставлю сушиться в лампу. У меня, конечно же, лампа мини. Вот такая. Ну, конечно же, нет. У меня есть побольше лампа. Но просто сейчас не хотела я ее доставать. У меня от Борн Прэйти вот эта вот мини-лампа. Она 9 ватт. Не знаю, или она способна высушить, подсушить или нет. Ну, да ладно. Будем сейчас на прозрачную. Я наношу вот этот вот Уэв-клей от Севилэнда. Сами клеи, они обыкновенные. Вот что этот, что этот. Они не отличаются от того, как их наносишь. Они достаточно жиденькие. Оставляю сушить в лампе на одну минутку. Ну что, как всегда говорится, что клей после того, как лампа его просушила, надо дать, чтобы он еще как-то чуть-чуть остыл. Ну, а у нас вот этот вот клей уже, как вы видите, полосочки исчезли. Ну и будем переводить вот эту вот голографическую синюю фольгу. Перевожу на полностью, на весь ноготочек, на всю типсу. Опаньки, неужели? Подводит? Да ладно. О, ничего не получилось. А может, я не убрала липкий слой? Ладно, давайте пробовать заново. А то, что-то мне это все уже не нравится. Смотрите, ну куда это годится так? Да-да-да-дан, да-да-дан. У меня были на него очень большие надежды возложены. Ну да ладно, убираем. Кстати, хорошо убрался. Так, еще раз эксперимент. А то наш эксперимент не удался. Первый, как говорится, первый блин комом. А может, уже клей не тот. Мало ли. Так, ладно. Оставляем сушиться обратно-таки. Чтобы вот эти вот линии исчезли. Так, ты в сторону. Ну что? Это от Венолиса. Ха-ха, надеюсь, что сейчас получится. Хотя... Ну, уже кажется, что тот отлепливается. Уже кажется, хорошо что-то... Ой, отлепилось только чересчур. Так, давайте дальше. А что ты так... Может, не пристала еще? Да вы что? Ну, я бы сказала, неплохо. Когда топом перекрыть, так вообще получится хорошо. А ну-ка. Не, оно уже не липнет. Ну, как-то так. Вот смотрите. Видите, как с фольги убралась? Ну, кажется, убралась норма... Ой. Я еще сюда прикрою. Кажется, убралась нормально. Голография как бы есть. Но все равно не то, что ожидалось. Ну, да ладно. Так, здесь на прозрачную я хочу перекрыть вот... Это уже остыло. Это у нас от Савилэнда. Кажется. Ну, вот мне уже кажется, что она супер. Смотрите, какой шик-блеск. И типса-то прозрачная. И она вот, видите, не просвечивает. Ну, вообще супер. Да, это мне понравилось. Так. И на эту я хочу вот перевести... Что мне перевести? Что-то, что-то, что-то есть у бегемота. Ну что, давайте вот эти вот цветочки сюда приклеим, да? Вот как-то так. Чуть криво. Ну, да ладно. Это тоже Савилэнд. И посмотрим. Ну, я уже в Савилэнд не сомневаюсь. Мне показалось, что он очень-очень хорошо работает. И да. Ух ты! Смотрите, какая прелесть. Ой, а что, не видно? Вот такая вот прелесть, красота. Почему я сделала это на прозрачке? Да потому, чтобы потом можно будет вот подставить другой цвет. И уже сообразить, как будет смотреться. Хоть оно, конечно, не очень сильно вам покажет. Но уже все равно будет какое-то представление уже сложиться. Правильно? Ну что, пробуем еще раз. Я надеюсь, он уже высох. Иди сюда, мой родной. Может, надо было все-таки липкий слой снять. Ну, да ладно. Сейчас еще проверим этот. Желательно, конечно, чтобы, когда приклеиваете фольгу, чтобы не было никаких складочек. Но, конечно же, складочки возле кутикулы, так как форма ноготочка всегда будут. Ой, что-то мне оно не нравится. Ой, что-то мне оно не нравится. Но зато красиво-то как. Дорожки такие. Ой, что-то мне оно не нравится. И все, больше не липнет или липнет? Мы сейчас всю фольгу переведем на него. Нет. Не очень, конечно. Что-то есть, но дорожки, как вы видите, оно все вот в такую вот полосочку. Кстати, похоже на этот кракер гель, да? Да-да-да. Ну да ладно. Не сложилось у меня что-то с этим клеем. Мало ли, может, он уже так, как у меня давно. Но и у него что-то, опять-таки, структура нарушена. Или, может, его надо было взболтать хорошо перед нанесением. Ну да ладно. Так, сейчас перекрою я это все топом. И будем смотреть, как оно уже будет под топом смотреться. Ну и вот, как оно все смотрится под топом. Конечно же, красный преобразился и стал намного шикарней, интересней. Вот, жалко, что вам не так сильно видно голографию. Потому что у него какая-то вот такая вот прям глубина появилась. Синий мне, честно говоря, не очень. Ну а два последующих очень классные голографические. Все супер-пупер. И да, вот такие вот у нас. Я еще доштамповала чуть-чуть. Мне захотелось доштамповать. Но штамповочка классная. И надо чуть побольше все-таки этого лака. Потому что она достаточно глубокая. Отлично. Голография, конечно, суперская. Не ожидала я. Ну что, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Вот такая распаковочка у меня сегодня была. Много, конечно же, фольги, как вы видите. Ну, некоторые хорошо переносятся, некоторые не очень. Также штамповочки отличненькие. И также вспомогательные материалы, да? Немало. Ну, а спасибо большое, что досмотрели. Ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. И до скорого. Мирного неба над головой. Здоровья вам и вашим близким. Удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...